хвала нашему господу дорогие друзья это не будет проповедь это будет просто рассуждение относительно генами нацизма шаблонного мышления и почему не совсем хорошо быть протестантом почему так скажем не очень хорошо быть членом той или иной деноминационной церкви для этой темы послужил мне комментарии одного из слушателей под предыдущим видео я вам сейчас его прочитаю евгений у меня вопрос просьба к тебе есть 10 верующих христиан все имеют духа святого все из разных динаминации но библию разбирают по-разному почему ну я думаю это хороший вопрос но сама постановка вопросе неправильно неправильно в каком плане все эти 10 верующих 10 протестантов принадлежащих разным так скажем на группам не могут иметь в себе святой дух это факт потому что если мы в себе имеем святой дух то святой дух дает нам единый разум единое понимание как говорится все мы имеем ум христов единственное у нас могут быть конечно же различия на какие-то христианские взгляды по причине разного духовного роста духовного возрастания но это в христианстве не беда это норма даже муж и жена которые как говорится одна плоть это между собой в каких-то бытовых или жизненных вопросах могут иметь разногласия но им это не мешает быть одно и быть счастливой парой то же самое христианстве между нами могут быть разногласия или разномыслия и это нормально апостол павел писал что они среди нас разномыслия допустимы ведь через них открываются искусные не искусители хочу поправить а искусные то есть талантливые люди то есть это норма главное нам в наших разномыслиях не вести себя недостойно так скажем христианского звания и призвания в господи так вот что же плохого в протестантизме я уже как-то говорил что весь наш мир эта система мироустройства она заточена так чтобы из людей делать рабов которые будут обслуживающим персоналом той или иной системе в гос так скажем государственном образовании ну в структуре самой системе государства в любой системе любого государства у нас во всем мире практически одинаковые штамповки и люди как по конвейеру штампуются ну как прошивка в телефоне да идет прошивка мозга у людей начиная так скажем с их не осознанности начиная с детского сада или как так скажем со школьной скамьи до человеку прошивается мозг по определенной штамповки то есть навеваются определенные стереотипы поведения мышления и так скажем ну образование движения так скажем в обществе и мы видим это шаблонное мышление я лично вот по себе даже помню когда я еще был подростком меня всегда не устраивал этот принцип жизни как говорили ну так если образно сказать да вкратце ты родился с пошел в ясли в садик школу потом училище институт неизвестно что армия семья дети там ты так далее и тому подобное работа и все потом умерли на этом конец все а еще нас учили так как я был еще рожденный в ссср нас учили что никакого бога нет все мы произошли от обезьяны великие ученые такие как дарвин это доказали и вот так далее в общем земля великого взрыва произошла и она как песчинка во вселенной летит парит и вращается но сердце всегда было внутреннее чувствование хотя боги меня никто не учил но внутреннее было чувствование что бог все-таки есть и это у меня было привито насколько я понимаю самим богом до заложено потому что никто из людей у меня это не вкладывал что бог есть и впоследствии когда я повзрослел я уже прочитал в библии что бог есть и он ищущим его воздает поэтому хочешь видеть воздаяние от бога доброе воздаяние ищи господа ищи прежде царства божьего все остальное в твою жизнь обязательно приложится так вот вернемся к нашему динаминацизму так вот мы взяли 10 человек до 10 человек 10 верующих 10 так скажем адептов или учеников того или иного протестантского движения но все они не могут иметь одного святого духа потому что протестантизм в своей раздробленной сущности не является телом иисуса христа под словом протестантизм я сейчас имею ввиду саму систему организации динаминационная но в этих системах в этих ячейках системных ячейках у бога есть люди возрожденные свыше которых он там использует прямо в этой системе используют их как индивидуумов и через них совершает свое служение но когда люди там как так скажем по как подброшенные птенцы да вот родились вот так подброшенная в гнезде когда они начинают взрослеть и находят индивидуальные взаимоотношения с иисусом то они понимают что вот это их не ячейка динаминационно шаблонная штампованная которая программирует людей на определенную информацию в зависимости от системы куда ты попал она по сути не дает человеку реального роста в боге а только лишь держит его в определенных рамках и только чтобы в действительности начать познавать христа и в реале иметь с ним общение единственное что этому поспособствует это твое духовное так скажем отделение от динаминации и становления на личный индивидуальный путь спасения также иисус сказал это тесны врата и узок путь и немногие их находят а динаминационное христианство на мой взгляд это так скажем широковоротная версия евангелия это такое вот так скажем шаблонно штампованное мышление у любого протестанта так вот смотри когда человек рождается в мир до его прошивают мозги прошили ему определенной системы так скажем образовательной научили его там кого-то плотником кого-то трактористом кого-то там еще кем-то и все его человек является обслуживающим персоналом и мыслит согласно тех стереотипов которые в него вложили в детство в детстве да потом когда этот же человек вот был он трактористом ну так условно говоря а потом он стал баптистом раньше он мыслил как тракторист поступал как тракторист говорил как тракторист ну я образное привожу сравнение не хочу обидеть трактористов я кстати сам учился на тракториста если чем в бурсе только никогда трактористом не работал в бурсу пошел чтобы до армии как-то провести время чтобы улица сильно не засосала но это дело другое так вот был он трактористом потом стал баптистом и стал говорить как баптист мысли как баптист поступать как баптист то есть когда человек из мира возьмем баптицизм можно взять 50 ников адвентистов и остальных но возьмем баптистов не обижайтесь на меня баптисты так вот приходит грешник попадает в баптицизм там уже в системе деноминации баптицизма есть годами сформированное учение каркас то есть уже есть определенный информационный вакуум и люди попадая новообращенные в этот информационный вакуум баптицизма они в него попадают ну как в мыльный пузырь и находятся вот в этом информационном баптистском пространстве соответственно их нет дух их не омышление начинает прошиваться происходит перезагрузка так скажем там он был трактористом мыслил как тракторист говорил как тракторист жил как тракторист и так далее то попадает в баптицизм там идет перепрошивка мозга уже той информации которая находится там я всегда говорил баптист никогда в своей среде не произведет пятидесятника а пятидесятник никогда не произведет адвентиста лютеранина харизмата баптиста или свидетеля иеговы потому что там другое информационное пространство то есть у баптиста свое информационное пространство все это уже туда попадаешь там уже заготовленная шаблонная схема и тебе просто делают перепрошивку мозга ну так образно говоря да мозги перепрошили залили в тебя баптистскую информацию ты начинаешь перелопачивать всю духовную информацию литературу баптицизма и то в тебя и и закачивают там и ты еще приходя домой закачиваешь сам себя эту информацию и уже твоя перепрошивка мозга начинает двигать тобою так как и двигаются все баптисты и только лишь выйдя за пределы баптицизма ты сможешь реально развиваться как индивидуальная личность во христе иисусе а там тебе никто не дает и как вот а блоха в банке как я уже упоминал предыдущих темах когда делали эксперимент закрыли блок и они там прыгали до уровня крышки потом крышку убрали и они уже за пределы банки не выпрыгивает потому что со временем у них выработалась определенная планка за которую они не могут перепрыгнуть вот что такое динаминация на самом деле где члены деноминационного так скажем собрания они просто как аквариумные рыбки они не знают что за пределами аквариума есть более лучшая жизнь это правда они не знают не обижайтесь на меня баптисты но это правда посмотрите на некоторые свои собрания вы там просто как аквариумные рыбки вы просто как парт собрания коммунистические как он были во время коммунизмов пожилые люди знают да вот у вас примерно такие же собрания вы чем только не занимаетесь посмотри формируешься ли ты там как личность реально по образу и по подобию иисуса или ты просто там баптист перепрошиты да тоже можно отнести к пятидесятникам харизматом то есть мы видим что вот эта система система да как бы ячеечная как вот в мире на все вот это формируется дату то есть люди идут по разным стопам да то есть уже все шаблонное кругом люди как в ячейке как в соты пчелиные попадают и в них формируются эта система а бог у нас бог это дух он вне системы он вне систем он дух он дышит где он хочет и он приходит туда где двое или трое собраны во имя его у 50 ников та же самая история да ты из мира попадаешь 50 ником ты уже попадаешь в определенное информационное поле то есть если ты стал 50 ником то ты обязательно начнешь говорить про косынки про иные языки и про деторождаемость то есть это три отличительных черты вот почему у баптистов допустим в основном такого нету в грубой форме как у 50 ников там другое информационное поле так скажем информационный вакуум ну 50 ников у харизматов у адвентистов ты попадаешь в адвентизм да там уже информация уже есть готовая информация ты в нее попадаешь и в тебя закачиваю заливку делают информации в твою голову и соответственно ты начинаешь формироваться как адвентист у тебя елена уайт суббота все твое мышление начинает работать в согласии того учения которое в тебя залили то есть возвращаемся к нашим десятерым да вот 10 человек с каждой динаминации каждый из них залит той информацией которая находится в системе его протестантской группы поэтому все они не могут иметь святой дух они имеют дух организации в которой они находятся а дух передается через учение так вот когда ты попадаешь в протестантскую группировку ты не понимая сам этого ну то группировка в которой уже есть определенно сложившееся учение ты автоматически открываешь свой разум и свое сердце для заполнения своего сердца и разума той духовной информации которая там уже находится то есть с тобой происходит так скажем перепрошивка мозга по перезагрузка раньше ты был грешником потом стал баптистом адвентистом или пятидесятником но христианство настоящее на мой взгляд по моему так скажем как говорится субъективному мнению христианство это когда ты возрождаешься непосредственно от слова от евангелия иисуса христа настоящее христианство это когда к тебе дух святой приходит и начинает лично тебя формировать как личность сына и дочери божьей то есть ты не формируешься как вот в этой ячейке баптицизм католицизм пятидесятничество православие лютеранство адвентизм свидетели иеговы мормоны и так далее и тому подобное харизматы то есть там все уже в ячейках там идет просто трансформация человека перекодировка мозгов форматирование мозгов так скажем образно говоря поэтому только когда ты выходишь за пределы этой системы только тогда ты можешь индивидуально держа перед собой евангелие без вот этого так скажем шквала информации которая там сам на чистый как с чистого листа ты берешь евангелие и начинаешь впитывать его в твое сердце тогда слово с бумаги да вот то что написано в евангелии духом святым пишется в твоем сердце и ты смотришь на евангелие уже через призму грубо говоря через взгляд святого духа то есть ты взглядом божьим начинаешь понимать писание они согласно того образа мышления которые так скажем форматируется у тебя находясь протестантизме вот что плохого на мой взгляд несет в себе протестантизм да и вообще любая религиозная системная так скажем структура она лишает людей свободы выбора свободы развиваться личности как сына и дочери божьей ведь во первых иисус говорит придет святой дух именно он будет вас учить и наставлять именно он будет вами двигать динаминация не дает человеку самостоятельно развиваться двигаться в духе в откровении не дает абсолютно там есть шаблон вот а динаминация в которой я был 16 лет тоже незаметно ведь то же самое ты мыслишь согласно то того учения той структуры в которую ты попадаешь ты через это определенное учение смотришь на евангелие то есть вот есть евангелие а вот есть учение да ну вот возьмем вот евангелие вот учения да и ты берешь вот учение той динаминации которая и ну в которую ты попал и ты как через очки вот этого динаминационного предания толкования библии смотришь на библию вот что делают адвентисты они через книги елена уайт смотрят на библию то есть они не смотрят своими глазами на библию они смотрят через призму елена уайт все в баптицизме то же самое есть определенная баптистское богословие и вот человек становится баптистом и вот он через баптистское богословие начинает смотреть на евангелие вместо того чтобы убрать эти очки и смотреть своими свежими возрожденными глазами на евангелие и формироваться от этого посредством водительства и откровения святого духа как личность тогда меньше ошибок сделаешь вот если бы я в начале своего пути не прошел бы вот этот динаминационный путь да я оглядываясь назад смотрю сколько времени я потерял я не говорю что там все плохо было там где я был не там бог двигал мною использовал меня я видел благословение в своей жизни бог действует и там но я очень много времени потерял и только тогда и только когда я ушел из этого динаминационного круга из этой системы в которой я был хоть она и не считалась у нас динаминации но как посмотрел я со стороны когда вышел это даже не динаминация это вообще культ псевдохристианские можно так сказать и сейчас я также смотрю уже через евангелие на все протестантские группировки и ты просто видишь что это просто системы в которых людям форматируют мозги делают перепрошивку информации и они начинают спорить им покажут что-то из евангелия они это не вмещают просто не вмещают вот приведу пример недавно святой дух дал мне такое откровение показав относительно послания евреям где говорится что народу божьему для народа божьего остается субботство но я в той в той проповеди четко все разложил для кого субботство почему так написано для кого так написано и так далее и тому подобное но некоторые люди в комментариях не в обиду вам дорогие друзья в комментариях нет ты неправильно понимаешь суббота дыры 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 все почему они попали в так скажем вот вот этот мессианский евреизм или как еврейские мессиане ну как то так или в адвентизм все вот у них прошиты мозги согласно этого русла все они по другому мыслить не могут то есть они не могут заглянуть с другой стороны и я был таким же когда я был в той динаминации где я был вот есть определенный стереотип учения и мы его придерживаемся да все вот так обойти обойти посмотреть с другой стороны своим взглядом все считается чуть ли не преступлением о как ты мыслишь у нас так не принято в церкви мыслить у нас уже вот есть учение а когда ты просто с другой стороны вот так обошел посмотрел на то же место писания не через призму того вероучения где ты находишься а сам своими глазами трезво сел и посмотрел когда ты просто ахнешь как вот я приводил пример до относительно женской одежды брюк как я раньше учил как нас учили там где был не должно женщине носить брюки это мерзость перед богом так написано во второзаконии и ты просто в этой системе двигаешься по вместо того чтобы самому открыть обойти вот это системное динаминационное мышление и посмотреть просто ну сам вот как человека христианин открыть и во всем контексте просто как говорится на трезвую голову посмотреть про что там написано про что там написано а мне говорится про брюки про про брюки про еще что-то там упоминается потому что во второзаконии очень много говорится о нравственных вещах и мне просто святой дух показал самому да там не написано про то что жене нельзя галоши мужа одеть там не про это написано там говорится про транс сексуалов или как они там называются бисексуалы транс сексуалы я не знаю ну вот это те мужчины которые любят женское нижнее белье на себя одевать или вот эти женщины которые любят одевать мужскую одежду и соответственно и она ведет себя как мужчина и нравятся женщины такая активная лесбиянка или есть как активные гомосексуалисты или пассивные гомосексуалисты вот об этом бог и говорит вот такое является мерзостью а не в том что ты одела тапочки мужа мужские или халат мужа там мы пошла там муж или жена замерзла ты свою куртку снял жены одел свою куртку на жену она одела чтоб не замерзнуть но что она термин за все что ли стало а если ты живешь где нибудь я не знаю там на камчатке или ты где-нибудь в сибири живешь или где-нибудь в том месте где пингвины и белые медведи ну как насчет брюк вот вы просто когда ты начинаешь думать а как там чего в юбочке ходить что ли ну как там уже без ватных штанов обойтись вот отправьте вот тех кто заявляет что женщине мерзость носить брюки отправьте их чук чем я посмотрю как они там в платьях будут ходить ты сразу свое религиозное убеждение поменяешь и это правда сразу жену оденешь дашь и ватные брюки дашь ей валенки там унты там и какую-нибудь оленью шкуру все сразу поменяется поэтому нужно род нужно рассуждать нужно смотреть согласно того что говорится во всем контексте а также ниже где говорится про брюки что они не про брюки а про мужскую одежду это мы уже додумали брюки 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 вообще в израиле никто не носил все в израиле поголовно ходили в платьях иисус христос ходил в платье священники все мужи израиля древнего ходили в платьях и женщины в платьях арабы современные до сих пор в платьях бегают ну так о чем речь друзья иисус ходил в платье тогда братья давайте все одевайте платья единственное были женские платья и были мужские платья если вы внимательно изучите то женские платья были узорчатые платья то есть с каким-то женским рисунком узорчатое платье соответственно мужское платье не было узорчатым она может быть была там одноцветным и так далее поэтому видите нужно ну адекватно смотреть написание на библию что говорит бог или как говорит петр что украшение женщине не внешнее плетение волос и ненарядность в одежде но сокровенный сердце человек некоторые решили что петр говорит что женщина не должна хорошо одеваться ну там про это не говорит он просто ставит как говорится на чашу весов показывает что вот женская красота и это здорово но разве плохо если твоя жена ухоженная чистенькая приятненькая красивенькая это разве плохо это хорошо но он петр просто показывает что главное это духовные ценности женщины они внешние ценности внешней красоты ну нигде не запрещает заплетать косички женщинам плетение волос делать понимаете вы просто показывает что должно быть главным и важным в сердце и жизни христианки или если нам говорится не заботиться о завтрашнем дне посмотрите на птиц небесных и так далее и не говорите что нам есть и что нам пить но это же не означает что мы теперь должны прекратить заботиться в прямом смысле о жене и о детях заботиться о том чем платить о коммуналке если ты в прямом смысле сядешь и скажешь я птица небесная иисус сказал ни о чем не заботиться только о царстве небесном ну так тебе счета придут тебе платить нечем будет тебе ребенок подойдет скажет папа я кушать хочу а ты скажешь сына бог сказал мне не заботиться ни о чем я как небесная птица сынок ну нет лишь понимаете что это неправильно знаете как бог о птицах заботится птица вылетает со своего скворечника и летит и ищет себе жучка червячка и бог ей дает когда она летит видите то есть чем бы ты ни занимался ты должен идти и двигаться то ли это в служении то ли это в своей бытовой жизни и тогда бог благословляет те кто двигается кто что-то делает тогда бог навстречу посылает благословение а кто просто лежит на диване и говорит я птица небесная бог обо мне позаботиться это неправильно это это извращение уже писания также говорится кто вообще не работает тут и не ешь некоторые ничего не делают а суетятся и много-много ходят по домам обкрадывают объедают дома вдов лицемерно долго молятся много про таких говорится птиц так скажем перелетных точнее они не летные птицы они дивана да вы как-то так ну что ж возвращаемся к нашим десятерым да то есть мы поняли что мы понимаем но всяком случае я так вижу что все они 10 не могут иметь одного святого духа они имеют духа системы духа организации и в согласии этого духа они живут мыслят двигаются поступают и учат в согласии этого духа но еще раз если ты хочешь развиваться как христианская личность тебе нужно освободиться от всего что тебе влили в твоей системе просто и вот когда ты индивидуально начнешь открывая евангелие просто вот с чистого свежего листа как говорится жизнь заново начнешь тогда ты начнешь формироваться как личность тогда ты реально с богом будешь общаться реально у тебя откровения будут приходить в твою жизнь и вот именно по этой причине я не являюсь протестантом и не хочу начинать и возглавлять какое-то свое собственное движение потому что я не хочу заниматься перепрошивкой людям мозгов я проповедую с той целью чтобы люди учились самостоятельному хождению в господи а если мое служение как брата и служителя во христе способствует вашему духовному росту и если мое служение для вас благословения я только рад дорогие друзья мне нравится мне приятно вам служить я люблю вам служить вот и вы это видите по моей активности да как она ю тубе поэтому я люблю делиться с вами откровениями и хочу чтобы вы действительно росли переоценивали свои взгляды и формировались как личность тем более вы же видите что я не беру власть над вашей верой вот никак но с поспешистую вашей радости и я рад если вы рады в действительности у меня на этом все надеюсь сегодняшняя так скажем мое мышление изложенное перед вами было для вас в чем-то полезное и вы нашли для себя так скажем зерно здравую пищу и здравое рассуждение надеюсь что так так что просто на трезвую голову как говорится пересмотрите свои взгляды посмотрите на протестантизм во что он превратился протестантизм это вавилон вавилон когда во время вавилона строительство башни были разрозненные языки бог разрушил их не предприятия не перестали друг друга понимать и сегодня в протестантизме у нас вавилон в прямом смысле вавилон каждый говорит на разном языке друг друга не понимает поэтому дух святой и говорит обращаясь именно к этой эпохи выйди из вавилона выйди из нее народ мой чтобы тебе не участвовать в ее грехах выйди из этой системы в которой ты находишься отделись от нее духовно и на трезвый взгляд на трезвую голову начни читать евангелие ты увидишь как твоя жизнь и начнет изменяться но конечно же если твоя церковь замечательная прекрасная твой пастор учит евангелию и ты видишь что вы действительно в духе святом двигаетесь как собрание конечно не оставляет такую церковь ты счастливый человек что ты имеешь такую церковь если у тебя прекрасный пастор замечательным учением и по их и прекрасные хорошие учителя и команда вы так скажем дружная во христе это только вот ты просто счастливы никогда не покидать такое собрание потому что это самые близкие люди да это ближки это не дальние это близкие они всегда тебе помогут поддерживать тебя в трудные минуты и это здорово когда у тебя в твоем городе есть такой каркас христианская группа где вы 1 во христе никогда такую церковь бросать не надо а вот вавилон где вам только форматируют мозги убегайте оттуда потому что бог говорит чтобы тебе не подвергнуться ее язвам ее наказанием и не участвую в бесплодных делах тьмы как говорится но и обличайте друзья иисус христос да благословит вас у меня на этом все будьте счастливы